Шалом! Говоря о том, чем отличается настоящая община от тусовки, мы затронули тему руководства. Писание неоднократно перечисляет требования, которым должны удовлетворять руководители общины. Для простоты их можно разделить на три категории. Это зрелый характер, способности к духовному руководству, в том числе способность учить, и здравость исповедуемого учения, то есть соответствие этого учения апостольскому образцу. Мы также говорили о том, что не каждый зрелый верующий, способный руководить, учить и придерживающийся здравого учения, может быть руководителем. Должно быть соблюдено еще одно условие. Человек должен быть призван Богом на служение руководителя, а также получить от него соответствующую харизму. То есть дар Святого Духа или дары Святого Духа, благодаря которым он и будет иметь необходимую духовную власть. То есть некоторую меру той самой духовной власти, которая была и есть у самого Мессии Ишуа. Без этой власти человек будет при всех его достоинствах просто человеком, а соответствующая группа просто тусовкой. Кому же дается эта власть? Как именно она дается? Могу ли я, обычный верующий, простой смертный, распознать ее? В сегодняшней программе, последней на тему «Нужна ли мне община?» мы попытаемся ответить на эти вопросы. Говорю, попытаемся, потому что вопросы непростые. Верующие в Ишуа разделены между собой, в том числе по тому, как они отвечают на вопрос об источнике духовной власти их руководителей. Исторические церкви, то есть православная, католическая и некоторые другие, говорят о так называемой апостольской преемственности или об апостольском преемстве. Под ним они подразумевают непрерывную цепочку, соединяющую первых апостолов Ишуа с сегодняшними епископами посредством рукоположения. То есть идея в том, что апостолы рукополагали епископов, которые в свою очередь назначали своих собственных преемников, те своих и так далее по сей самый день. Исторические церкви утверждают, что благодать Святого Духа или дары Святого Духа, необходимые для служения, передавались во всей полноте исключительно путем вот таким образом. И поэтому лишь их церкви с полной уверенностью можно называть церквями в полном смысле этого слова. Конечно, мессианская община такого выражения там не употребляется. То есть они считают, что только там человек может услышать, только у них человек может услышать подлинное Евангелие, только там ему преподают настоящую твилу, настоящее крещение в воде. И другие, так называемые, таинства. И только там он получит здоровый духовный опыт и имеет шанс сохранить обретенную веру. Почему? Потому что, как уже сказано, только там есть люди, через которых Бог дает нам спасение во всей полноте. То есть епископы, имеющие апостольскую преемственность. Для нас, мессианских евреев, вопрос об апостольской преемственности имеет особую значимость. Ну и понятно, почему. Ведь мы тоже считаем себя наследниками апостольской традиции. Как и ранее апостолы Ишуа, мы евреи. Как и они, мы не прекращаем вести еврейский образ жизни из-за нашей веры. Ишуа, как и они, мы хотим нести благую весть Ишуа всем людям, но в первую очередь нашему собственному народу. И благая весть, которую мы несем, по нашему скромному мнению, вполне здравая. То есть соответствует апостольскому образцу. И в таком случае задаем бы вопрос, чем же наша преемственность не апостольская? Чем она хуже той, о которой говорят исторические церкви? Если уж не лучше. Ключевой вопрос здесь, насколько я понимаю, такой. Является ли возложение рук, вначале апостольских, а затем епископских, единственным путем, которым Бог передает свою благодать? Или же он может действовать и другими путями? Ну вот, например, как относиться к многочисленным явлениям Ишуа мусульманам, о которых можно услышать и прочитать сегодня? В мире есть огромное количество бывших мусульман, которые уверовали в Ишуа без какого бы то ни было человеческого посредничества в виде литературы, интернета, проповедников или рядовых верующих. Ишуа явился им в видении или во сне, благодаря чему они оставили ислам, порой с риском для собственной жизни, и стали христианами, стали последователями Ишуа. По-моему, к ним нужно относиться точно так же, как мы относимся к апостолу Павлу, который до встречи с Ишуа был известен как Раф Шауль. В своих посланиях он называет себя апостолом и очень смело отстаивает свое апостольство. А почему же ему приходилось это делать? Ну, понятно, потому что в отличие от 12, он был не то что апостолом, он не был даже рядовым, так сказать, учеником Ишуа, при жизни самого Ишуа земной. Он был также и по возрасту младше существенно 12 апостолов. Мы знаем об этом, поскольку книга «Деяний» рассказывает, что во время одного из самых первых гонений на раннюю иерусалимскую общину, в котором был побит камнями первый мученик, Стефан, Шауль был еще юноша совсем. Шауль узнал Ишуа не благодаря чьей бы то ни было проповеди, не сидя на церковной скамье, он узнал его посредством видения, которое было ему по дороге в Дамаск. И после этой личной встречи с воскресшим Ишуа, он сразу же начал проповедовать о нем. Его служение было настолько мощным, что иерусалимские апостолы, те самые, которых Ишуа выбрал лично еще во время своей земной жизни, захотели внимательно выслушать его и понять, кто же он такой теперь. То есть, кем он был раньше, они знали очень хорошо. Он был гонителем их. Факт его преображения тоже никаких сомнений не оставлял. Это был уже не гонитель, это был уже другой человек. Но может ли быть такое, чтобы истинное апостольское служение, на которое Шауль претендовал, и которое они, вероятно, считали своей исключительной прерогативой в силу своих особых взаимоотношений с Ишуа, может ли быть, чтобы это служение было дано теперь человеку, который не знал лично ни самого Ишуа, ни хотя бы их? Среди них, среди 12, был один человек, не назначенный самим Ишуа, его звали Матфий, и он был избран 11, то есть 12 за вычетом Иуда Искариота. Первая глава книги «Деяния апостолов» рассказывает очень подробно о том, как 11 решили, что поскольку апостолов должно все-таки быть 12, а один оказался этого звания недостойным, нужно его кем-то заменить, и вот выбрали 12 апостола, каким образом, по жребию. Это было сделано за несколько дней до излияния Святого Духа в праздник Шивот в день Пятидесятницы. После этого об этом самом Матфии 12 апостоле мы не слышим ни слова, а зато с середины книги «Деяния апостолов» главным действующим лицом становится кто? Раф Шауль, он же апостол Павел. И он же, Павел, написал две трети Нового Завета. Любопытно, не правда ли? Но вернемся к взаимоотношениям Павла с 12. Он сам пишет о них довольно подробно в послании к Галатам, и из него мы узнаем несколько важных моментов. Во-первых, Шауль подчеркивает, что после встречи с Ешуа он не стал советоваться с людьми и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим ему апостолам, как он их называет. Вместо этого он ушел далеко в Аравию, и, вероятно, несколько лет. Затем он вернулся в Дамаск, по дороге, в которой Ешуа и открылся ему, и он начал свое служение. И лишь через три года после этого он пошел в Иерусалим, где из всех 12 встретился лишь с одним, с Петром. Во-вторых, следующий его визит в Иерусалим состоялся еще через 14 лет. Цель этого визита была в том, чтобы получить официальное признание его служения среди неевреев, которое на тот момент было совершенно уникальным в своем роде. В чем же заключалось это признание? Может быть, Шауль во время этого визита был официально рукоположен 12, или, может быть, он был рукоположен братом Господа, Яковом, который занимал в Иерусалиме одну из ведущих позиций, если уж не самую главную. Мы не видим в Библии ни малейшего намека на что-то подобное. Шауль подчеркивает, что так называемые знаменитейшие, он имеет в виду 12 апостолов, которые были в Иерусалиме, или, возможно, троих из них, самых ключевых людей, он говорит, что знаменитейшие лишь признали то, что Бог сам, без какого бы то ни было их участия, дал Шаулю, а именно откровение о Мессии Иешуа и поручение нести это откровение людям. Предоедом обсуждения так называемого Иерусалимского собора было не наличие или отсутствие у Шауля какого бы то ни было рукоположения, а лишь благовестие, то есть, собственно, весть, благая весть, которую Шауль проповедовал. Другими словами, не ритуал, совершаемый человеческими руками, а послание. После того, как знаменитейшие удостоверились в том, что послание совершенно правильное, им осталось лишь признать факт апостольства Павла и протянуть ему руку, но не для рукоположения, а в знак общения на равных. И сказанное, конечно же, не означает, что Шауль был эдакий ковбой-одиночка, который не признавал вообще никого и ничего. Дамасский верующий по имени Ханания или Анания в русском синодальном переводе возложил на него руки с молитвой всего через несколько дней после его знаменитой встречи с Ишуа, благодаря чему к Шаулю вернулось зрение, которое он лишился в результате этой встречи, в момент встречи. Община в Антиохе отправила его в миссионерское путешествие вместе с его спутником Варнавой, возложив на них обоих руки. Ну и в своих посланиях Шауль тоже неоднократно упоминает возложение рук, причем не только ради исцеления, или даже не столько ради исцеления, сколько ради назначения на служение и передачи духовных даров. То есть он был очень независимый, но при этом все-таки он и сам не действовал в гордом одиночестве, и других к этому образу действий не призывал. Тем не менее, личный опыт научил его тому, что Бог не ограничен человеческими ограничениями, пускай даже самыми, что ни на есть, благочестивыми ограничениями, и даже самим Богом же установленными. То есть Дух веет где хочет, а не только там, где мы можем контролировать его действия. Итак, при всем уважении к историческим церквям и благодарности им за все хорошее, что в них можно найти, а там можно найти не только антисемитизм, но и очень много хорошего. Я не верю в их исключительность. Я убежден в том, что истинное тело Мессии выходит далеко за границы их епархий. Но в таком случае, как же мы с вами можем его распознать? Ведь рукоположение хорошо своей объективностью. Дескать, наш епископ был рукоположен тогда-то и тем-то, в таком-то конкретном месте, такими-то конкретными епископами, которые, в свою очередь, имеют такую же четкую, зафиксированную документально историю. Ну а что делать, если ее нет? Если человек утверждает, что он просто пережил личную встречу с Ешо, ну не обязательно столь же драматичную, как Раф Шауль, он не свалился с лошади, не ослеп, но тем не менее столь же реальную встречу. Если человек говорит, что Ешо призвал его жить вот в таком-то месте и открыть там общину, ну как мы, простые, грешные, смертные, можем понять, верить ему или нет? Он действительно призван Богом и получил от него соответствующую духовную власть, или же он только думает так, а на самом-то деле действует исключительно своими собственными человеческими силами? Я не уверен, что есть какие-то четкие и ясные критерии, позволяющие нам дать однозначный ответ, кроме одного. Время. Говоря о своей общине, сам Ешо сказал так, я построю свою общину, и врата ада не одолеют ее. Другими словами, силы тьмы будут обязательно противостоять тому, что делает Бог, но они не преуспеют. А, впрочем, отсюда можно сделать и другой вывод. Если кто-то пытается строить царство Мессии, не получив соответствующей духовной власти от самого Мессии, с ним рано или поздно происходит то, что произошло с сыновьями первосвященника Скевы, упомянутого в 19 главе Деяний апостолов. Те молодые люди пытались изгонять бесов, не имея необходимой для этого духовной власти. Изгнание состоялось, только совсем не то, которое было задумано. Не они изгнали бесов, а бесы изгнали их из того дома, где они находились, причем крепко побитыми ногами, голыми и израненными. И вот такой пример, это не мелкая или единичная ошибка, это полный провал. Причем он совсем не всегда выглядит так драматично. Чисто внешне все может выглядеть великолепно. Сотни или тысячи членов, свое здание, грандиозные проекты, пастор вхож к мэру, в кабинет мэра города и так далее. Но я задаю несколько вопросов. Во-первых, во что верят члены этой общины? Во-вторых, как они живут? Чем их жизнь отличается от жизни неверующих в Ешо людей? Есть ли в этой общине святость? Наконец, эти люди, они действительно любят Господа, и их сердце болит за то, что болит сердце Ешо. Например, их сердца обливаются кровью от боли за тех, кто еще его не знает. Или же у них на уме в основном их собственное преуспевание, самореализация и так далее. Другими словами, эти люди представляют реальную опасность для царства тьмы, или же врата ада уже и так благополучно одолели эту общину, так называемую, изнутри. Только они, в отличие от сыновей Скевы, даже и не подозревают об этом. Итак, подведем итог. Мессианская община отличается от тусовки как минимум по четырем параметрам. Во-первых, это настоящая община, а не секта. У нее есть общение с другими общинами. Во-вторых, в этой общине есть взаимная любовь и подотчетность. Там любят людей, ненавидят грех, и помогают людям расстаться с грехом, то есть спастись. В-третьих, руководители настоящей общины, это люди зрелые, с хорошей репутацией, у них хорошие, здоровые семьи, и они придерживаются здравого учения. И в-четвертых, настоящая община выдерживает проверку временем. В отличие от тусовок, не представляющих угрозы для царства тьмы, она обязательно сталкивается с духовным противостоянием, но способна выдержать его. Спасибо. Шалом. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Сиона. Сиона. Присоединяйтесь к нам